Библейский портал экзегет.ру представляет 106-й псалом для библейского портала экзегет, читаю, перевод российского библейского общества. Этот псалом открывает пятую книгу псалмов, но псалтирь условно делится на пять частей, они довольно неравные по размеру. И, тем не менее, псалом продолжает тему 105-го, это история Израиля, как повод оставаться верными для своего Бога. И вот здесь, собственно говоря, об этом сказано немножко более подробно, цветистое и поэтично, чем предшествующий псалма, где примерно та же история рассказана. Начинается псалом с таких же слов, как некоторые предшествующие псалмы. Хвалите Господа, ибо Он благ, ибо навек милость Его. Ну и псалом длинный, читаем его по частям. Говорит для людей, для того, что жаждущих Он напоил, насытил голодных. А ком это? Про переход через пустыню, израильтян. Предыдущий псалом подробно описывал переход через пустыню и до того, 104-й, 105-й. Может быть, но это немножко более общая картина. То есть просто люди, которые блуждают в пустыне и умирают от голода и жажды. И может быть, это такой собирательный образ. Вот вообще люди умирают вдали от Бога, вдали от других людей, и Господь их выводит. Это происходит не только в течение 40 лет странствования израильтян по пустыне, это происходит периодически. Другие сидели во тьме и мраке, в железных оковах мучились за то, что отвергли слова Бога и не прослушались воли Вышнего. Он смирял их тяжким трудом. Упадут, никто не поможет. Но воззвали они Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды, вывел их из мрака и тьмы, и их оковы разбил. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей, за то, что сокрушил медные двери, разломал железные засовы. Опять-таки, а кто здесь? А здесь уже совсем непонятно. Вот просто история, что с людьми бывает очень плохо, да, они оказываются где-то в плену, в заточении. И это все почему? Потому что их Господь смиряет за их непослушание, да, но Он все-таки их выводит оттуда, из этой темницы. Кого-то грех до болезни довел, и страдали они за свою вину, и душа их отвращалась от пищи, и были уже врат смерти. Но воззвали они Господу в несчастье своем, Он избавил их от беды, послал слово свое, исцелил их, избавил их от могилы. И славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. Приносят они Ему жертву хвалы, радуясь, возвещают, что сделал Он. Здесь уж совершенно точно общее описание. Ну, были там истории при царе Языкию, например, да, но то, что люди болеют и в какой-то момент исцеляются по своей молитве в результате покаяния в своих грехах, ну, это такая общая история. Иные плавали по морю на кораблях, по безбрежным водам прокладывали путь. Они, свидетели деяний Господа, чудес, что Он средь пучины творит. Он, слово сказало, подул ветер, поднял бурю на море. До небес взмывали они и падали в бездну, их сердца сжимались от ужаса. Кружились они, шатались, как пьяные, все умения их стали бесполезны. Но воззвали они Господу в несчастье своем, и Он избавил их от беды. Унял бурю, настала тишина, и волнение стихло. Как рады они были, что буря улеглась. Он привел их в желанную гавань, и славят они Господа за Его милость, за чудеса, что Он творит для людей. В народном собрании превозносят, Его прославляют среди старейшин. Вот тоже история, какая история книги, может быть, ионы, где подобная буря описана, но здесь нет совсем ионы. Наверное, это история, которая периодически происходит с людьми. Опасность, беда, несчастье, и Господь избавляет этих людей для того, чтобы они Его восславили, возблагодарили, для того, чтобы они проповедовали Его милость, рассказывали об этом всем остальным народам и израильтянам в первую очередь. «Там, где реки текли, Он сделал пустыню, там, где били источники, ныне сушь. Плодородную землю Он обратил в Солончак за грехи жителей ее. А на месте пустыни устроил Он озеро. Там, где сушь была раньше, источники бьют. Он приводит туда тех, кто прежде голодал, они строят селения, живут в них, они засеивают поля, виноградники разводят и собирают урожай. И Он их благословляет, их становится все больше, и стада их Он умножает. А вот и так бывает, да, вот, где перемена климата, это периодически происходит, ландшафта, Он тоже, псалмопевец, видит в этом руку Бога. А других становится все меньше. Им плохо от невзгод, скорби и бед. На знатных Он изливает позор, заводит в пустыню, сбивает с пути. А бедняков возвышает, выводит из нужды. Теперь их семьи многочисленны, словно стада. Смотрит праведно и веселятся, а нечесть и рта не смеет раскрыть. Тот, кто мудр, увидит это и поймет, милость Господа. Вот проповедь Господь меняет жизнь людей, меняет жизнь целых народов, меняет жизнь корабельщиков в море или, допустим, бедняков, которых Он селит на плодородной земле, бывшей пустыне. И вот кого-то, наоборот, выводят в эту самую пустыню. Пустыня такой постоянный образ, они живут рядом с пустынями, им это очень хорошо понятно. И, по сути дела, Псалом просто дает такой ряд иллюстраций, что Господь меняет все в этом мире, если пожелает, меняет не по своей прихоти, меняет в зависимости от того, как люди себя ведут, как они проявляют себя по отношению к Нему. Поэтому смотрят праведно и веселятся, а нечесть и рта не смеет раскрыть. Тот, кто мудр, увидит это и поймет милость Господа. Здесь нет даже какого-то определенного призыва, просто наблюдения над тем, как переменчива жизнь. У нас здесь в этих Псалмах совсем недавно была картина сотворения мира, картина истории Израиля с подробным перечислением того, как они шли через пустыню и упрямились, роптали против Бога. А здесь вот просто что бывает в этом мире. Вот в этих Псалмах Псалмопевец старается раскрыть с разных сторон, что значит Господь-Царь. Вот многие Псалмы с этого начинаются. Здесь уже их нету, но тема задана. Господь-Царь. А что это значит? Царь — это правитель, это не просто почетная должность, как в какой-нибудь монархии, где царь или король, королева просто ритуальные функции исполняет. Нет, это правитель. Это тот, кто постоянно меняет жизнь людей в этом мире. А как нам найти свое место? Как нам понять, что с нами произойдет? Как нам сделать так, чтобы с нами происходило хорошее, а не плохое? Вот, собственно, этот Псалм дает ряд иллюстраций. Ну, а 107-й следующий будет таким очень поэтичным продолжением этого Псалма, где молящиеся будут обращаться к Богу с такой торжествующей просьбой, одновременное торжество и просьба о том, что все должно быть хорошо, потому что Бог с нами. Но для этого нужно сначала предисловие, длинное предисловие 106-го Псалма о том, что Бог действительно вмешивается в жизнь людей.